Всем привет! Сегодня я решила, что будем, сделаем как-то, ну, что-то типа сленг. Я выбрала некоторые слова, конкретно глаголы, которые связаны с глаголами идти, ехать, ходить и так далее. Ну, просто глаголы движения. Мы будем их переводить на чешский. И самое главное, что будем говорить о том, какое у них другое значение обиходно-разговорном языке. Так же, днес-ка сленг, дейме тому, а словеса. Так, зачиняем. Ну, потому что на улице уже холодно, мы решили сегодня, ну, что снимем здесь в кафешке. Мы находимся в части Праги Жишков, прям недалеко, прям у вокзала, главного вокзала в Праге. И здесь такая кафешка называется The Miners. А здесь можно спокойно сидеть, ходить, учиться, попить вкусный, очень вкусный кофе. Ну, попробуйте, здесь также такая обстановка приятная. Ну, просто хорошо, тихо, мило. И, кстати, здесь прям здание ВШ, значит, что здесь также много студентов бывает, когда нормальная ситуация. И также недалеко отсюда здание Радост, может быть, вы уже слышали, там наверху прям, ну, пока нет, но бывают разные события, как кино, концерты, также йога там, может быть, прям на крыше все организуется. И, кроме того, там открываются такие красивые воды на Прагу, обязательно заходите. Там также кафе есть, думаю, ну, просто можно попить, или просто участвовать в каком-нибудь событию. Когда оно будет, наверное, уже после, может быть, ну, ноября, декабря, ну, наверное, в январе. Потому что ситуация в Чехии не так хорошая. А теперь начнем с теми словами. Первый глагол, это глагол доет. Но, в принципе, это доехать до определенного места. Доет. Но, если говорим про, ну, разговорно-обходный язык, можно также употребить его как-то в смысле доесть или допить. В смысле, я уж не могу, ну, если что, по мне доет? Это же разговорно, но в смысле, это же, я уже не могу, не-не, ну, не хочешь вот доесть вот это, потому что я уже не буду. Я уже полная. Второй глагол. Розет. Если перевести, дословно, это привести в движение. Например, что, я не знаю, авто се нам розело, авто се помалу розело, автомобиль медленно просто началось двигать, и так далее. Но, можно также употребить его как розет в смысле оторваться. Пример. Днеска вечер, то пожаднее розетим. В смысле, что сегодня вечером мы оторвемся. Будет весело, мы пойдем, ну, не знаю, на тусовку, или будем танцевать, будем, может быть, и бухать, но не обязательно, просто будем как-то, ну, все веселее. Будет очень хороший вечер. Лагор номер три. Вет. Веехать. Насловный перевод. Но употребляется в повелительной форме, как веть, в смысле выпадни. Выпадно, это на самом деле выпасть, например, из окна. Но, вот, веть и выпадни. В этом смысле, в обыкновенно-разговорном языке, это как убирайся, вали отсюда. Выпадни, веть. Можно также сказать вифич. Следующий глагол также будем употреблять на чешском в повелительной форме, больше всего. Это заед. Глагол заед. Это, в принципе, заехать. Но, если мы скажем просто не заед, это, в принципе, ну, спрячься. Вот это заед, это как спрятаться, ну, просто, ну, так же можно, как вали отсюда, но или лучше просто спрятаться куда-то. Заед. Отеть. Слово со. Пшеед. Переехать. Что через что, что или кого что переехать. Так не можно. Это просто главный смысл, главный перевод. Но употребляем словесо Пшеед именно в форме прилагательного или на рече. Пшеедий, как имя прилагательное, или на рече Пшееде. А Пшеедий это в смысле, что ты такой усталый, но не в хорошем настроении. Ты си днеска таковый Пшеедий. Или ты днеска выпадаешь Пшееде. Выпадать Пшееде, вот здесь употребляем на рече, это в смысле ну ты выглядишь усталым, таким замученным, просто не в хорошем настроении. Уже шестой глагол ДОИТ Дойти, прийти, или закончиться. Например, молоко закончилось, дошло нам, младко. Это главные переводы, но в разговоре на выходном языке, можно также употребить слово глагол. ДОИТ, как, в смысле, осознать или понять. Уж тито дошло. Ты уже понял, о чем идет речь. Так же, уж вам то дошло. Но глагол ДОИТ для вас не был, наверное, никаким тяжелым, потому что тут очень, ну, почти то же самое и на русском. И следующий пример, глагол РОЗИТ, лучше РОЗИТСЕ, так же, наверное, будете знать, потому что РОЗИТСЕ значит, как-то, ну, опять же, пойти или приняться в движение. Но так же, РОЗИТСЕ, это как-то расстаться с кем-то. Но вчера с мыслях с прителем разошли. Но вчера мы с парнем расстались, разошлись просто. И теперь два глагола вместе. Существует глагол БЕГАТ, как БЕГАТ, а так же ВЫБЕГНУТ а ДОБЕГНУТ. ВЫБЕГНУТ это как, ВЫБЕГАТ, ну, просто ПАДНЯТСЕ ВЁРХ, БЕГАМ, ДОБЕГНУТ, ну, просто, ДОБЕЖАТ, как-то, ПРИБЕЖАТ, ПРИБЕЖАТ. И, если так говорим, там, как-то, ну, почти то же самый смысл, потому что ДОБЕГНУТ и ВЫБЕГНУТ это в смысле, как АБМАНУТКАВАТа. Как, например, ТИ ТВОИ ПРАТЕЛА НАС ПЕКНЕ ДОБЕГЛИ, или ТИ ТВОИ ПРАТЕЛЕ С НАМИ ПЕКНЕ ВЫБЕГЛИ. В ПРИНЦЕПЕ, что АНИ НАС ОБМАНУЛИ, АНИ СДЕЛАЛИ ТО, ЧТО МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, И ПРОСТА, МЫ ПОТОМ ТОЛЬКО ТОЛЬКО ТАК СИТИМ, СМОТРИМ, АГА, ОТ ТАК, НАКОНЕЦ. НО, АМИ УЖЕ ДОШЛИ ДО ПОЛЕДНИГО СЛОВА, О КОТОРОМ Я НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ ДОСЛОВНЫЙ ПРЕВОД, НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ ПРОСТА, ЧТО ОНО ОБОЗНАЧАЕТ, ПРЯМ, ТОБЫЙ ТАКОА МАЛЕНЬКОА ЗАГАДКА, ПОТОМУ ЧТО СУЩЕСТВЕТ ЕЩИ СЛОВО ПОТОМУ ЧТО СЛОВО ИМЕЮТ ОЧЕНЬ БЛИСКО К К СЕКСУАЛНОЙ ЖИЗНЮ, Я УЖЕ БОВЬШЕ ГОВОРИТЬ НЕ БУДУ, И КОМУ ТО НЕДОШЛО, КОНЦИ ТО МУЖЕ НАЙТЬ НА ИНТЕРНЕТУ, ТАДА, А ТО УЖЕ ПРО ДНЕШЕК, КОНЕЦ. ДА, НА ЭТОМ МЫ СИГОДНЯ И ЗАКОНЧИМ, МЫ СКАЗАЛИ ПРО НЕКОТОЕ ГЛАГОЛИ, КОТОЕ Я ВЫБРАЛА, ГЛАГОЛИ ДВИЖЕНЯ, УЖЕ ЗНАЕТЕ КАКОЙ И ДРУГОЙ СМЫСЛУ МНИХ, КАК ЙИХ УПАТРИБЛЯТЬ В РАЗГАВОРНОБИХОДНОЙ ЖИЗНЇ, ЙАЗИКЕ, ЧЕЙСКОМ, А, ТОЧЕСЬ ВСЕХНО. ВИМ, ЖЕ МЛУВИМ МОЦ РЫХЛЕ, БУДУ СЕ СТАРАТ МЛУВИТ ПОМАЛЕЙ, А, ККИЦ С ВАМ БУДЕ ЛІВИТ, КАК ПОМАЛУ МЛУВИМ, ТАК ЛАЙКИ, ЛАЙКИ, ЧCEME ЛАЙКИ, ТАК ЖЕ ЛАЙКИ А КОМЕНТАŘЕ, НЕ ВАМ БУДЕ ЛАЙКИ ТАК СЕ МĚТЕ ХЕЗКИ А АХОЙ!